Откровение Иоанна Действительно, если Бог не даст откровение на откровение, ничего не поймем Но для меня даже это открыто 22.17 Вы знаете, в этом откровении я могу сказать уже тогда пророчествовали о нас Вы сейчас угадаете Здесь говорится и Дух, и Невеста говорят, приди И слышавший, да скажет, приди И жаждущий, пусть приходит И желающий, пусть берет воду жизни даром О ком здесь вообще говорится в этом месте? О Невесте Агнца Вы заметили? О Невесте Агнца Я хочу, чтобы мы с вами буквально по словам разобрали Потому что в этих вот маленьких строчках столько глубины и столько тайны Даже возьмем самое начало И Дух, и Невеста говорят И Дух, и Невеста в унисон призывают Господа Приди, приди Да какое единство У Невесты и Духа Божьего Единство В могу сказать одно сердце Одно желание Одна любовь Одна воля Они вместе призывают Если бы сказано было, что Дух в невесте призывает То можно было бы понять, что это касается абсолютно всех верующих Всех, в ком есть Дух Божий А Дух Божий во всех верующих есть То все призывают Господа Но здесь подчеркивается, что далеко не так Дух отдельно Невеста отдельно, но вместе То есть Невеста настолько любит Господа Что она вместе с Духом Божьим не может остановиться Она хочет, она желает Его, призывает Его Она самостоятельно, Невеста призывает Понимаете разницу? Вы вообще улавливаете немножко разницу? Дух Божий желает, чтобы Пришел Иисус Христос Чтобы совершилось пробуждение И Невеста Церковь Того же желает Почему? Она очень любит Она очень любит, понимаете? Она любит то, что любит Бог Воля Божья для нее желательна Ее дух согласен с Духом Бога Потому что она влюблена Она не просто любит, как все верующие скажут Мы любим Бога, мы любим Господа Она влюблена Вот эта влюбленность отделяет и отличает ее от всех остальных Она невеста, она влюбленная Это ее мечта Все ее жизни Мечта, чтобы Господь пришел Чтобы близость с Ним состоялась И вот этот ее влюбленный голос Усиливает Дух Божий И говорит Приди, приди, приди Везде все время только эта мечта Вы знаете, сколько есть у церквей Мечты разные Мечтают об одном, о другом О разных служениях Мечтают И я это не осуждаю Это помазание Но невеста желает только одного Его У нее нет другой мечты У нее одна мечта И об этом написано в Писании В Откровении Это невеста Ее можно отличить от других церквей Ее помазанием, ее призванием Все, что она жаждет и желает Это приди Все, на что построено ее молитвы и проповеди Это Приготовь себя для встречи с Господом Приди Приди И с ней написано Другие соглашаются Вы читаете это слово Соглашаются Говорится в этом слове Что есть слышащие Они только слышащие Невеста кричит об этом Она не может остановиться А есть слышащие То есть В Откровении Она Разделение идет На невесту Христа И на слышащих И те, которые слышащие Да скажут Приди Они тоже соглашаются Да, приди Приди Тоже согласны Потому что из тех, кто услышит Тоже не все хотят Но многие говорят Приди Но в основном Кричит об этом Дух И невеста Это Великая тайна Открыта Я, например Задыхаюсь От счастья От того, что Вижу нас Вижу нас Привленных в Христа Жаждущих Его Желающих Его Все наши молитвы Только об этом Приди 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 Но что дальше говорится Приди Для того, чтобы Пить Что такое вода Вода всегда Символизировала Учение Слова Бога Да Иоанна 7, 38 Говорится Кто верует в Меня У того, как сказано В Писании Из чрева потекут Реки воды живой Это и есть Вода жизни Которую Придут Чтобы выпить Но По желанию Подписан Желающий Можно принять Это учение Когда слышишь Можно не принять Не захотеть Выпить Отвергнуть Слышать Но не принять Может даже Поддакивать Поддакивать Соглашаться Но не принять Не пить Почему? Нету жажды Представляете? Нету жажды У невесты Жажда По жениху У них просто Нету жажды Поэтому В этом стихе Говорится Дальше Если читаем Желающий Пусть берет Воду жизни Даром Только желающий Он возьмет Эту воду Только он Будет Пить Эту воду А что за Реки живой воды? Что за Учение Может Приносить Невеста? Что может Влюбленный Приносить? О чем Будет Говорить Влюбленный? Скажите О любви Только о нем Как бы угодить Как бы еще Себя Приготовить Как бы еще Что в себе Исправить Чтобы влюбить В себя Жениха Чтобы жених Тебе не Разочаровался Слюбленным Встреться И будешь Слушать Только как Он любит А то Он будет И говорить Не так ли? Вот о чем Приносится Учение Влюбленной Невесты Как измениться Как исправиться Что еще Приготовить В себе Как приготовиться Для встречи С возлюбленным Но вы Представляете Что здесь Говорится Не все Захотят Чудо Не все Захотят Прити На этот Зов Не все Захотят Прити На это Провозглашение Приди Господи Гряди Не у всех Будет Жажда К этому Учению К познанию Господа Поиском Его близости И болица Не у всех Есть такая Любовь Как у Невесты Это печально Но это Факт Поэтому Говорится Что придет Только Жаждущий Жаждущий Пусть Приходит А остальные Остальные Нет Жаждущий Пусть Приходит К кому? К невесте Потому что У нее есть Эта вода Вода Любви Вода Слова Приносящая Жизнь Любви Вы обратили Внимание На очень Удивительное Слово Здесь не говорится Жаждующие Желающие Во множественном Числе Говорится Жаждущий Желающий Это что Случайность? В Откровении Иоанна Может быть Написана Случайность? Вы знаете Что такое Откровение Иоанна? Бог Заклял Эту Книгу Некоторые Считают Что Оконцовка Которую Я сейчас Прочитаю Относится Ко всей Библии А вы знаете Что это Вовсе Не так Потому что Библия Это собрание Многих Книг Это люди Собрали Много Книг Но вот Эти строчки Они были Приписаны Только К Откровению Я сейчас Вам их Прочитаю Откровение 22 18 19 Это Иоанн Когда Окончил Вот это Послание Откровения Пишет И я Также Свидетельствую Всякому Слышащему Слова Пророчества Книги Сей Если Кто Приложит Что К ним На Того Наложит Бог Язвы О Которых Написано В Книге Сей В Откровении Если Кто Отнимет Что От Слов Книги Пророчества Сего Утого Отнимет Бог Участие В Книге Жизни И В Святом Граде И В Том Что Написано В Книге Сей Вот Как Бог Заклял Книгу Откровения Не Припиши Ничего И Не Убери От Ничего Это Опасно То Есть Там Ошибки Быть Не Может И Когда Говорится В Единственном Числе В Единственном Числе Это Не Описка Желающих Не Будет Много Вот Что Хотел Сказать Дух Божий Их Будет Единицы И Откликнуться Единицы На Зов Невесты Массы Будут Мечтать О Другом Это Сказал Ангел Ангел Которого Иисус Христос Послал Как Написано В Откровении 22 16 17 Я Иисус Послал Ангела Моего Засвидетельствовать Вам Сие О Церквах Я Есмь Корень И Потомок Давида Звезда Светлая И Утренняя И Вот Дальше Говорится И Дух И Невеста Говорят Приди И Слышавшись В Бедительном Числе Не все Слышат К сожалению И Слышавши Да Скажет Приди Жаждущий Пусть Приходит Кого Приглашает Жаждущий Приходи И Желающий Пусть Берет Воду Жизни Даром Жаждущий Желающий Слышащий А Что Насчет Остальных А Мы Сейчас Увидим Еще Тогда Когда Иисус Ходил С народом По земле Он Говорил О последнем Времени И Интересно Что Он Это же Самое Немножко Иначе Засвидетельствовал Через Притчу Когда Он Говорил К народу О Царстве Небесном Эта Притча Немножечко Длинная Может быть По-английски Прочитаете Сами Матфея 22 2 14 Я Прочитаю На русском Итак Царство Небесное Подобно Человеку Царю Который Сделал Брачный Пир Для Сына Своего Смотрите Я хочу Чтобы Вы все Обращали Внимание Переводите Что Здесь Будет Разделение Опять На Царя Как Отец На Сына Которому Он Делает Брачный Пир Естественно На Невесту Для Которой Это Брачный Пир И Для Приглашенных Это Разные Личности Только Взгляните Итак Царство Небесное Подобно Человеку Царю Который Сделал Брачный Пир Для Сына Своего И Послал Рабов Своих Звать Званых На Брачный Пир Ладно Читай Алька А то Может Тяжело Будет И Не Хотели Прийти То есть Брачный Пир Был Готов Отец Стал Звать Сыну И Невесте Гостей Они Не Захотели Прийти Опять Послал Других Рабов Сказать Скажите Званым Вот Я Приготовил Обед Мой Тельцы Мои И Что Откормлено Заколото И Все Готово Приходите На Брачный Пир Но Они Пренебрегшие То Пошли Кто На Поле Своё На Своё Служение Кто На Торговлю Свою На Другое Служение Прочие Схватив Рабов Его Оскорбили И Убили За Что За То Что Звали На Брачный Пир Услышав О сём Царь Разгневался И Послав Войска Свои Истрепил Убийц Он Изжёг Город Их Тогда Говорит Он Рабам Своим Брачный Пир Готов А Званые Не Были Достойны Итак Пойдите На Распутие И Всех Кого Найдёте Зовите На Брачный Пир И Рабытия Выйдя На Дороге Собрали Всех Кого Только Нашли Вы Знаете Вот Читая Вот Эти Строчки Можно Столько Проподий Сказать Столько Здесь Открыто От Того Что Происходит Вот Всё Здесь Написано Но Мы Сейчас Обратим Внимание На Невесту Итак Кого Только Нашли И Злых И Добрых И Брачный Пир Наполнился Возлежащими Значит Мы С вами Хорошо Видим Что Отец Это Одна Личность Иисус И Невеста Другие Личности А Брачный Пир Наполнился Возлежащими Кого Приглашали Царь Войдя Посмотрел Возлежащих Увидел Там Человека Одетого Небрачную Одежду И Говорит Ему Друг Как ты Вошел Сюда Не В Брачной Одежде Он же Молчал Тогда Сказал Царь Слуга Связав Ему Руки И Ноги Возьмите Его И Бросьте Во Тьму Внешнюю Там Будет Плач И Скорежет Зубов Ибо Много Званых А Мало Избранных Знаете Что я Увидела Невеста Это Незваная Она Сама Бежит Она Влюбленная А Она Сама Бежит У нее Уже Отношения С Иисусом Хочется Сказать Женихом Налажены У нее Такая Любовь Такая Договоренность С ними Уже Все Понятно Но Много Званых На Этот Пир Вы Все Это Слышите Сами Вы Читаете Это Сами Вы Видите Отец Приготовил Уже Для Невесты И Жениха Но Званые Не Оказались Достойными Недостойные Почему Недостойные Они Не Любили Ни Отца То есть Царя Ни Жениха Не Любили Ни Невесту Не Уважали Они Предпочли Своё Свои Служения Как печально Какая печальная Картина Хотя Они Были Все Очень Даже Знаменитыми Потому Что К Царю На Брачный Пир Просто Людин Не Зовут Если Вы Знаете Они Были В чём-то Приближёнными Они Были Зваными Они Были Желанными Они Были Именитые Но Оказались Недостойными Почему Не захотели Не захотели Не было жажды Не было желания Порадоваться Вместе С Господом А чему Нет той любви Нет той жажды Как в первом стихе Сказано В откровении Нету жажды Нету желания У них своё Понимаете Оно им больше Дорого Своё Матфея 25-23 Тоже говорил Иисус О том Что Хорошо Добрый Верный Раб В малом Ты был Верен Над многим Тебя Поставлю Войди В радость Господина Твоего В радость Господина Он Приглашает Свою Радость Уже не говорю В невесту Он не приглашает Невеста сама Бежит Невест не приглашают Невеста Она сама Любит Она наладила Сама отношение С Господом Но в приглашенных Приглашают На пир Придите Разделите Эту радость Не захотели Прийти Пренебрегли Призывом Пренебрегли Написано Но они Пренебрегши То Пошли Кто На поле Своё Кто На торговлю Свою А прочие Схватив Рабов И воскорбили И убили Их Иногда Случается И такое Что Служащих Ещё И И бичуют И сами Не идут Ещё И бичуют Те Которые Призывают Придите 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 Как это Печально Кто Это Делают Избранные Званные Избранные И званные Могут Оказаться Недостойными Как написано Тогда Говорит Он Рабам Своим Брачный Пир Готов Я вам Хочу Сказать Брачный Пир Готов А Званные Не Были Достойными Вот Почему Откровение Иоанна Говорится О тех Кто Не Будет Иметь Жажду Что Придут Только Те В ком Есть Жажда Желание Кто Слышит Кто В унисон Говорит Да Приди Да Услышали Да Приди Хотим Его Живую Воду Хотим Хотим Напиться Это Наше И Вы знаете Как Говорится В единственном Числе Потому что Это Коэффициент Один К десяти Когда Иисус Очистил Десять Прокаженных Один Только Пришел Один Только Поблагодарил К сожалению Один К десяти Так и Остается Откликаются Сердце Откликается К сожалению Не у Многих И что Происходит Тогда Вы Думаете Брачный Пир Остался Пустым Рабы То есть Ангелы Ангелы Идут И Собирают Других Званые Не захотели Не надо Идут По улицам И собирают Тех На кого Мы Не подумали Хромых Убогих Написано Злых И добрых И приводят На брачный Пир О чем Это Говорит Вот Прочитаем И рабы Те Выйдя На дороге Собрали Всех Кого Только Нашли Других И брачный Пир Наполнился Возлежащими О чем Это Говорит Опять Писание Иисус Предупреждал Первые Могут Оказаться Последними А последние На кого Не думали Первыми И окажутся В числе Возлежащих Почему? Избрали Избрали Они не отказались Хотя Может быть Мы сегодня На них Серьезно И не смотрим Они не отказались Они пришли И пир Наполнился Возлежащими Представляете Как хорошо Когда в тебе Есть Божья Любовь Когда ты Любишь Его Когда ты Чувствуешь Что без Него Для тебя Просто Жизни Нет Когда ты Из любви К Нему Все остальное Строишь А не Когда ты Любишь Своё Более Чем Его Когда ты Своё Мнение Своё Как Сказать Избрание Своё Служение Ставишь Выше Него Когда ты Отказываешься Ты Не Услышал Что Тебя Призвали На Брачный Пир Что Можно Сказать Они Не Знали Царя Знали Царя Бога Отца Они Знали Иисуса Христа Они Знали И С Невестой Были Знакомы Но Не Захотели Но Не Было Жажды Не Захотели Прити Не Откликнулись Сегодня Идет Этот Клич Сегодня Призывает Сегодня Невеста Вопиет И День и Ночь И в Постах И в Молитвах Приди 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 Господи Но Кто Слышит Кто Слышит Тот Присоединен У Кого Откликается Сердце Кто Желает Того Жем У Него Откликается Сердце У Кого Есть Любовь Такая Кто Без Него Не Может Жить Кого Не Удовлетворяет Ничего В Этом Мире Кроме Он Ничем Ты Его Не Купишь Ничем Не Подкупишь У В Ком Есть Такая Любовь Тот Невеста У Того Будет То Слово Та Вода О которой Говорится Она Живая Как Мне Сказал Еще В Белиси Однажды Господь Тая Как Ты Думаешь Что Животворит Любовь Что Бесов Изгоняй Не Не Дары Любовь Потому что Если Ты Любви Не И Не Все Остальное Ничто Кто Воскрешает Любовь Сказал Мне Бог И Дал Любовь Которая Действительно Животворит Бесов Изгоняет Поднимает И Не Дает Покоя Потому что Любовь Это Невеста Это Та Которая Тянется И Которая Пьет Все Время Грязи Ты Ничем Не Купишь Даже Если Что-то Предложат Большее Лучшее Драгоценнее Как написано В Песне Песней Невеста Это Все Воспримет Как Оскорбление Для Невеста Это Оскорбление Если Вы Что-то Предлагаете Большее Для Ваших Глаз Чем Сам Господь Это Невеста А Остальные Приглашенные Слава Господу Званы Но Главное Оказаться Достойными Приглашения Но Можно Оказаться И Недостойными Приглашения Потому Что Отказаться Не Порадоваться Не Захотеть Быть На Этом Перу И Когда Все Это Проявляется Когда Они Начинают Призываться На Брачный Пер До Этого Было Непонятно Друзья Бога Знаменитости Все Знают Бог И Знают Они Бога Знают А Когда Призваны Все Оставь И Приходи Просто Радуйся Вместе С Господом Потому Что Невеста Готова Пир Готов Не Захотели А До Этого Они Были Избранными А Потом Оказались Недостойными Представляете Были Избранными Оказались Недостойными Сегодня Дух Божий И Невеста Призывают Дух И Невеста Кричат По всей Земле Я Встречалась И в Питере С Духом И с Невестой Который Ничем Не удовлетворишь Кричит И вопьет Преди Господи Но Не все Слышат Званых Много А Избранных Будет Мало А Вот Из Этого Мира Придут И Наполнятся Вот Из Этого Мира Придут Которые Сегодня Там В Миру Хромые И Убогие И Окажутся Достойными Пира Нашего Господа Вот И Подумайте Каждый Посмотрите В свои Глубины На Что Вы Откликаетесь Что Вас Манит К Чему У Вас Тяга Есть Ли В 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 Не Дает Вам Спать В Желании Его Стал Ли Он Для Вас Целью И Смыслом Жизни Хотите Ли Вы Думать О Нем И Только Меняться И Приготовить Себя К Встрече С Женихом Своим Или Вы Очень Заняты Своими Заботами Своими Служениями Не До Него На Этот Клик Придите Клич Придите Вы Не Откликаетесь У Вас Свое Подумайте Это Очень Интересное Откровение Очень Интересное И Главное Что Оно И Главное Что Оно К Нашему Времени И Главное Что Оно Сейчас Сейчас Дух И Невеста Кричат Кто Мы Каждый Пусть Подумай Кто Ты Каждый Подумай О себе Смотри На себя В Своей Глубины И Определись Чтобы Потом Не Оказаться Недостойным Будьте Подаст В Стэн Субтитры подогнал «Симон»!